Широкая линейка стройматериалов, которая защищает крыши домов от природных катаклизмов, родом из Новоульяновска. На заводе «Технониколь» можно увидеть полный процесс изготовления гибкой черепицы, утеплителей и кровли. Уже в следующем году запустится новая узкоспециализированная линейка материалов для промышленного ремонта, которая по своей мощности опередит единственный в России аналогичный профильный завод. На производственной площадке, на нашей, производятся праймеры мастики. Это новое современное производство. Сейчас они выпускают уже больше 500 тонн в год этого продукта. Много очень идет в розницу. Торговые сети распространяют этот продукт для наших рядовых покупателей. Как отмечают рабочие, эти стройматериалы способны выдержать даже землетрясения. С конвейера продукция попадает прямиком в многоквартирные дома, а точнее на крыши. Многоэтажка на улице Ленина строилась ровно год. При планировке в первую очередь учитывалась надежность фундамента и несущих конструкций, чтобы избежать коммунальных аварий. Ведь именно этот дом новоульяновцы ждали с особым трепетом. Дом какой красавицы стоит, такого дома нигде нет. Новоульянский это прям чудо дно. Всем нравится. Рабочие такие хорошие. Торопитесь, побыстрее сдать его нам. А мы рады перейдем. За 60 лет. Мы же умрем там, но зато перейдем. Какими темпами шла стройка, жители видели из окон своей старой Сталинки. Зато уже в этом году почти 100 новоселов обретут современные квартиры. Там же уже не можно подключить. Там ванны есть, раковины есть, обои есть, потолки натяжные, полы линоли. Значит, все абсолютно. Останется там холодильник, ладошки, припустите. Алексей Русских во время общения с жителями отметил, уютно должно быть не только в доме, но и рядом. Сейчас в Новоульяновске по программе формирования комфортной городской среды обновляются дворовые территории. Будет много деревьев, которые мы захотели посадить. Поэтому будет, в принципе, очень красиво. И сейчас уже большая часть, ну, очень большая часть города, в смысле жителей города, в общем-то, здесь отдыхают. И приятно проводят время. Потому что здесь у нас очень хорошо становится. Помимо дворов преображаются скверы и аллеи. Уже в сентябре закончится реконструкция соседнего с домом парка Прибрежный. С федеральной поддержкой местным властям удалось из заброшенного пустыря сделать любимое место отдыха местных жителей. Сейчас здесь кипит работа, однако уже в скором времени здесь появятся малоархитектурные формы, лавочки. И в самом сердце забьет фонтан. В 2022 году обновление продолжится. По программе благоустройства сами жители будут голосовать за дизайн проекта новых парковых зон. Александра Никитин и Герман Баранов. Управда ТВ из Новоульяновска.